Друзья, всем привет! С вами Александр Зайцев, тренер Фиде по шахматам. Всех приветствую любителей и знатоков шахмат. И сейчас вашему вниманию я представляю партию в рамках онлайн шахматной олимпиады Фиде, где белыми фигурами играет представитель сборной ЮАР, черными фигурами представитель сборной Испании Алексей Широв. Это девятый тур. Что любопытно, что представитель сборной ЮАР это международный мастер, но рейтинг у него сейчас, вы видите, небольшой, 2200+. А Алексей Широв вообще легендарный шахматист, потому что при пике своей силы вышел на матч с Каспаровым, был претендентом на шахматную корону. Так сложилась судьба в шахматном мире, что матч с Каспаровым за звание чемпиона мира не состоялся. Но, тем не менее, сам факт говорит о том, что это очень мощный шахматист. Также Алексей Широв является вице-чемпионом мира фиды по шахматам. Также у него был пиковый рейтинг 2750+. При том, что прошло очень много времени, там около 20 лет где-то, или там может быть 12 лет. Но смысл такой, что с учетом инфляции, по современным меркам у Алексея Широва пик получается где-то в районе 2800 рейтинга. А это уже, опять же, практически уровень чемпиона мира. Поэтому, в общем, очень мощный шахматист. И по стилю говорят о том, что у него близок стиль игры к талю. Очень яркий шахматист. И давайте насладимся данной короткой, сочной партией. d4, d5, c4, c6, конь f3, конь f6, конь c3, e6. Стандартное развитие у белых фигур, если они играют от ферзевой пешки. И достаточно стандартное развитие у черных. Потому что черные сейчас очень сильно укрепляются в поле d5. Это у них сверх защищенное поле. И очень важно, конечно, в такой пешеной структуре черным четко понимать дальнейший план своих действий. Потому что любители шахмат, когда выстраивают так пешеную структуру, часто позволяют себя зажимать. Так как пока мы видим, что черный белопольный слон пассивен. Но в какой-то степени представитель сборной ЮАР помогает Широву, играет cd. И после ед нет проблем с развитием ни черного чернопольного слона, ни черного белопольного слона. Конечно, нельзя сказать, что ход cd плохой. Это вполне себе хороший ход. Так играют топовые гроссмейстеры. Очень популярный вариант. Но сам факт, что белые ведь не обязаны были играть именно cd. Но они решили пойти так. И вот таким образом, чтобы все-таки слон не вышел сразу на довольно хорошее поле f5, как раз сделан здесь ход ферзь c2. Берется под контроль поле f5. Вторая идея, конечно, у белых будет в любом случае маячить в голове. Это ход e4 пешкой. Многие не спешат с ходом e4. Играют e3 в перспективе, в ближайшей. Но некоторые играют e4. Поэтому такая идея также сохраняется. Супер, мега популярный ход здесь является слон g5. Мы делаем связку. То есть два таких самых популярных хода. Так что эта позиция оценивается как примерно равная. У белых здесь по итогам вот этого размена практически нет преимущества. Шахматные движки здесь могут показывать или очень небольшой перевес белых, или практически вот по нулям. Поэтому ход cd он хороший. Но это все-таки ход, не дающий хоть какого-то небольшого, но устойчивого перевеса белым. Поэтому если белые хотели сохранить хоть какой-то небольшой перевес дебютный, возможно, стоило тогда поддержать пешку c4 и пойти e3. Но и здесь сразу хочу сказать, перевес белых будет реально небольшой, мало ощутимый. Тем более для нас, любителей шахмат. Вернемся к партии. После ферз c2 здесь сыграно конь a6. Если мы смотрим базу топовых гроссмейстеров и там акцент идет на классику, то конь a6 обычно не играют. Играют гроссмейстеры 2,700+, слон e7, g6, конь bd7, a6, слон g4. Здесь видите, как фантазия и желание скажет, так и будет. Потому что позиция весьма очень гибкая и для белых, и для черных. Но если мы посмотрим на базу, например, лечеса, и акцент будет идти на блиц и рапид, то конь a6 весьма популярный ход. Идея его, конечно, перевести коня на b4. Довольно агрессивная идея, заставляющая белых как бы реагировать на это, играть a3. Но в этом случае тогда пункт b3, конечно, станет у белых послабее. И в будущем можно как-то на этом даже сыграть. В любом случае ход хороший. Этим ходом Алексей Широв показывает, что он не собирается очень стандартно развивать свои фигуры, близко к какой-то симметрии. Соответственно, пытается соперника переиграть достаточно быстро. И сыгран здесь ход слон g5. В общем, хороший теоретический ход. Альтернатива пойти a3, взять под контроль поле b4. На ход слон g5 Алексей Широв играет сразу h6. Сразу ставит перед белыми первый вопрос. Что делать со слоном? Куда его девать? Конечно, обычно здесь играет слон h4. Пытаются сохранить связку. Это считается главный здесь ход. Можно пойти и слон f6. Но надо понимать, зачем мы это делаем. Если просто бить, лишь бы побить, смысла нет. А если у вас есть четкий план, то действуйте по плану. Конечно, здесь gf играть вряд ли хорошо. Лучше сыграть ферзь f6. И вот если белые сразу спешат с ходом e4, это ход сомнительный. Потому что тогда будет конь b4, контратака. Ферзь b1, к примеру, играем. Черные могут сыграть d, e. На ферзь e4. Ферзь e7 есть ход. Такая вот связка. И совсем плохо делать рокировку в длинную сторону. Потому что тогда будет конь a2, тактика. Если конь бьет на a2, тогда черные забирают ферзя на e4. Давайте рассмотрим этот момент. На всякий случай. Значит, конь a2, ферзь e4. И даже эта связка белым не сильно помогает. Ладья e1. Потому что тогда ферзь e1, конь e1. И обратите внимание. У черных, во-первых, есть лишнее качество. А во-вторых, еще и лишняя пешка. Поэтому материальный перевес у черных весьма существенен. Если же здесь белые будут искать какой-то другой ход. Например, они даже могут пойти к король d2. Чтобы уйти из-под связки. То все равно, конечно, преимущество здесь будет у черных. Я думаю, равенство плюс пользу черных здесь все-таки будет. Потому что белые при ходе король d2 потеряют рокировку. Не будет такой гармонии в развитии фигур. Если король d2 ходить не будут, какой-то другой будут ход искать. Все равно уже инициатива сейчас перешла в этом варианте к черным. Поэтому e4 сразу играть не очень хорошо. Если же мы сыграем все-таки e4, а на конь b4 пойдем ферзь e2. То тогда на d2 конь e4 есть ход ферзь e6. Еще одна такая связка по линии e. Она не выглядит какой-то опасной. Но, тем не менее, еще есть нападение на пешку a2. Поэтому с учетом и этой угрозы, все-таки у черных здесь также будет перевес. Вывод какой? При размене слона на коня не надо играть e4. Лучше сыграть надежнее. Или пешкой e3, или пешкой a3 против как раз хода конь b4. Помимо всего прочего, можно сыграть слон f4. Но надо отдавать себе отчет, что черные пойдут слон d6, будут бороться против этого белого чернопольного слона, и все равно будет размен. Только уже слона на слона. Надо это белым или нет? Если надо, то ход, конечно, делайте, потому что сам по себе он не является какой-либо ошибкой. У белых хорошая здесь также позиция. Но сыгран на слон h4. В общем, типичный ход. Белые пока сохраняют связку. Тогда конь b4, ферзь под ударом, ферзь уходит на b1. Видите, с учетом того, что ферзь уходит на b1, все-таки попытка представителя сборной юар не допустить ход слоны f5. Именно этим объясняется, почему ферзь b1. Потому что можно было пойти и ферзь d1, и в случае слона f5 пойти ладья c1. Позиция равная, потому что поле c2 контролируется белыми. В партии последовал ход g6. Как раз идея пойти слон f5. Тогда уходит представитель сборной юар на d1 ферзем. g5. Слон уходит на g3. Слон f5. Теперь мы с вами видим, что все-таки грозит эта коневая вилка. Надо играть снова ладья c1. И в партии последовал ход ферзь a5. То есть Алексей Широв, видите, старается играть и по королевскому флангу, и по ферзевому флангу. Причем чувствуется у него уклон давления на ферзевый фланг. Плохо, конечно, играть конь c2. Это типичная ошибка начинающих, потому что размен слона на коня в дебюте чаще всего не выгоден за ладью или даже за ладью и пешку. И вот вам яркий пример. Ладья c2, слон c2, ферзь c2. И получается, что достигли черные. Отдали две активные, развитые легкие фигуры. А ладья фактически только пассивно защищала пока поле c2. Поэтому такой размен выгоден только белым. Обратите внимание, что по пешкам у белых 7 пешек, у черных 7. По пешкам равенство, а по фигурам все-таки две фигуры легкие. Они не будут уступать ладье, будут сильнее. Да и по стоимости они ценнее, чем ладья. Поэтому это очень комфортная позиция, потому что мы видим, что здесь четыре фигуры развиты у белых, а у черных только одна. Да еще и пешечная слабость g5, потому что пешка слишком далеко сейчас все-таки выдвинута вперед. Поэтому белые еще будут использовать здесь преимущество в развитии, а не только материальный перевес. Возвращаемся к моменту хода из партии. Ферзь a5, слон e5, связка такая. И здесь Алексей Широв играет очень классно. Если мы не хотели бы здесь рисковать, мы могли бы сыграть слон e7, защитить этого коня. Поэтому ход вполне себе для черных понятный. Но конь e4 это другая возможность за черных. И обратите внимание, Алексей Широв жертвует ладью на h8. Самое любопытное, что здесь белым надо принимать вызов и бить эту ладью. То есть оба хода отличных. И конь e4, и слон h8. Обычно ведь как бывает? Принимается жертва, это плохо. А для белых нормально, можно принять жертву. Позиция обостряется. После слона h8, конь a2. Алексей Широв использует связку активно по диагонали a5, e1. Нападает на коня дополнительно. Три, даже нападение трех фигур на коня c3. При этом еще и нападение на ладью. Такая своеобразная коневая вилка получается. Сыграно здесь конь d2. Тогда конь ec3, bc, слон a3. С точки зрения шахматных движков, с точки зрения, получается, оценки позиции, слона 3 это плохой ход. С точки зрения риска, это ход сомнительный. Опять же, потому что все-таки играет не любитель шахмат, а международный мастер. С точки зрения то, что Алексей Широв играет в великолепном атакующем стиле, ход заслуживает внимания. Он рискует. Здорово рискует. Но вероятность установка была какая? Победить. Поэтому он пошел на этот риск и хочет победить. И здесь надо отдать должное риску Широва. Он достаточно оправдан. Потому что все-таки онлайн олимпиада играется в рапид, а не в классику. Поэтому здесь надо было хорошенько посчитать различные варианты. Их весьма и весьма много. Я приведу только некоторые варианты. Ладья c2 это ошибка. Правильный ход ладья a1. Сделать такую вот связку по вертикали a. Если черные, допустим, играют слом b2, нападают на ладью, то здесь можно пойти e4. Такой хороший ход. В общем, надо выбить инициативу у черных. Постараться избавиться от этого слона даже путем жертвы пешки. В случае слон e4 дальше белые могут пойти пока что. Или слон e5. Такой хороший позиционный ход. Например, на аркировку в длинную сторону мы играем слон e2. На слон g2. Слон g4 шаг. На ладья d7. Ладья g1. И видите, все висит. И слон на g2. И ладья на d7. И связка по вертикали a. В общем, позиция, конечно, явно в пользу белых. Естественно, здесь не обязаны черные играть слон g2. И не обязаны были делать длинную рокировку. Но тем не менее, позиция с инициативой у белых. Теперь рассмотрим другой ход. Если белые жестко играют сразу ладья a2. Скидывают пока качество. Но главное, хотят ослабить фигурное давление на ферзевом фланге черных. Ферзь a2. Классный исход слон c4. Нападаем на ферзя. Теперь в случае dc играем конь e4. И на ферзь b3. Здесь у белых есть разные ходы. Они в целом дают преимущество именно белым. Здесь считается все-таки, несмотря на то, что у черных много пешек. 7 пешек против 5. Все-таки лишняя фигура, даже с учетом этих пешек, она белым дает существенный перевес. Поэтому, в принципе, даже ферзь b3 можно пойти. Определенный перевес у белых будет. Но получше здесь не менять сразу ферзей, а делать рокировку. А еще лучше сыграть ферзь f3. Этот ход считается сильнейшей. Потому что сейчас мы и дополнительно пешку c3 защитили. И при этом ферзь стоит гармонично. Какой-то шаг белому королю не грозит. Так что белые все-таки закончат развитие с рокировкой. И всю свою силу направит на позицию черных. Мы видим, что особенно черные слабы на королевском фланге. Так что рекомендую эту позицию для разыгрывания. Потому что и у белых, и у черных здесь много всяких ходов. Но все дороги ведут к преимуществу белых. Также в случае хода слон c4 можно пока за черных сыграть ферзь a3. Но в этом случае тогда рокировка. На слон g6, например, слон b3. Идет перегруппировка фигур. На слон c3 можно пойти слон c2. В случае рокировки в длинную сторону слон e5. С вами видим, что у белых чисто сейчас легкая фигура за три пешки. С учетом того, что это метельшпиль, пока многочисленные пешки черных не могут себя проявить. Они где-то там далеко. Поэтому здесь чувствуется, что фигура лучше, чем пешки. Если бы это был бы эндшпиль, и пешки бы уже успели продвинуться вперед, тогда это было бы очень опасно для фигуры. А сейчас чувствуется сила именно белых. Еще здесь есть такой вариант. В случае ладья a1 пойти конь c3. В этом случае можем пойти ферзь b3. Усилим связку по линии a на конь b5, e4. То есть мы, по сути, делаем такой вскрытый удар. Напали на слона f5. И при этом грозим пойти слон b5, грозим пойти ладья a3 или там ферзь a3. После же ладья c2, а мы с вами теперь понимаем, что там много всего нужно было рассчитать, чтобы точно быть уверенными, что преимущество там у белых. После ладья c2 уже позиция все перешла в пользу Алексея Широва. Тогда конь c3, под ударом сейчас ферзь. И мы с вами понимаем, что в случае, например, хода ферзь a1 просто у нас едят ладью на c2. Поэтому приходится играть ладья c3. Тогда ферзь c3, ферзь b3. Предложение меняться ферзями. Алексей Широв соглашается. Ему это уже выгодно. Ферзь b3, конь b3, слон c2. Позиция уже у черных с инициативой. Здесь допущена серьезная ошибка. Конь c5 и сразу мат, слон b4. Мат двумя слонами. Буквально, видите, здесь в один ход получился мат. Вероятно, шахматист и сборный юар здесь уже растерялся. Не знал, что делать. Конечно, позиция тяжелая. Здесь считается сильнейший ход пока сыграть конь d2. Обратите внимание, что в этой позиции не чувствуется лишняя фигура белых. Если мы сравниваем именно фигуры, а не пешки. А если мы теперь еще добавляем оценку позиций с точки зрения пешек, мы видим, что у белых сейчас 5 пешек, у черных 7. Но перевеса белых не чувствуется. Формально, по материалу, перевес сейчас у белых. Потому что 7 пешек против 5, а у белых лишняя легкая фигура получается. То есть где-то полторы пешки у белых есть. Но они абсолютно не чувствуются. Потому что весь ферзевый фланг белых просто уничтожен. И фигуры негармоничны. Слон вообще до сих пор не вышел еще никуда. Белым нужно тратить темпы на развитие. А у черных готованные, связанные, проходные под прикрытием ладьи, под прикрытием слонов идти вперед. Поэтому эта позиция очень тяжелая для белых. Вероятно, проигранная. Ее мог бы только защищать компьютер какими-то единичными ходами. И то неизвестно, удержался бы здесь компьютер против Алексея Широва или нет. Даже стокфиш 11 версии. А уж шахматисту, человеку, да еще и в Рапиде, здесь защититься будет очень-очень сложно. Но после конца 5 тут сразу вся игра заканчивается. Друзья, поделитесь своим мнением в комментарии. Как вы считаете, представитель сборной ЮАР специально подставился под мат в один ход, чтобы не мучиться в той сложной для него позиции? Или все-таки это был искренний просмотр? Что вы об этом думаете? Надеюсь, вам понравился данный разбор. Ставьте лайк. Кто видит канал впервые, подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы впереди всех смотреть новые видео. Всем спасибо за просмотры. И пока-пока.